Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео предлагаю вашему вниманию обзор книги «Возникновение секулярного. Христианство. Ислам. Модерность» автора Талала Асада. Последние десятилетия показывают, что религия не только пережила 20 век, но и остается важным фактором политической и социальной жизни во всём мире. Актуальность религии ставит вопрос о соотношении светского и религиозного в дискурсивных практиках, задающих траектории развития современных обществ. Как могла бы выглядеть антропология секуляризма? Этим вопросом и задаётся Талал Асад – антрополог религии и классик постколониальных исследований. Эта работа посвящена концепциям и практикам секуляризма на Западе и Ближнем Востоке. Будучи уникальным медиатором для культур Востока и Запада, Асад одним из первых занялся антропологией ислама и предложил рассматривать её с помощью концепта исламской дискурсивной традиции. Обращаясь к истории реформирования шариатских судов, автор предлагает альтернативный взгляд на историю процесса секуляризации в исламском мире. Критика Асадом привычной оппозиции светского и религиозного заставляет взглянуть на секулярное как на концепт, который связывает в себе определенные типы поведения, знания и эмоциональности современного мира. Талал Асад родился в 1932 году. Культурный антрополог саудовского происхождения, в настоящее время профессор антропологии в центре выпускников городского университета Нью-Йорка. Его многочисленные работы в основном посвящены религиозности, ближневосточным исследованиям, постколониализму, а также понятиям власти, закона и дисциплины. Он также известен своими работами, призывающими к антропологии секуляризма. Его работы оказали значительное влияние за пределами его родной дисциплины – антропологии. Асад получил степень бакалавра по антропологии в Эдинбургском университете в 1959 году. Он продолжил обучение в качестве культурного антрополога, получив степень бакалавра и доктора философии в Оксфордском университете, который он закончил в 1968 году. Наставником Асада в Оксфорде был известный социальный антрополог Эванс Притчард, которого Асад впоследствии цитировал во многих своих работах. Во время учебы в Эдинбургском университете он познакомился с Таней Бейкер, коллегой-антропологом. После защиты докторской диссертации Асад завершил полевые исследования в Северном Судане, изучая политические структуры Кабабишей – кочевой группы, сформировавшейся под британским колониальным правлением. В конце 60-х годов 20 века он создал группу для чтения текстов, написанных на Ближнем Востоке. Он вспоминает, что его поразила предвзятость и, так сказать, теоретическая бедность востоковедческих работ, само собой разумеющиеся предположения и вопросы, на которые не было ответов. Асад называет Эдварда Саида и Мишеля Фуко как важных авторов, оказавших влияние на его работу, особенно в отношении идей власти и дисциплины. Другие ученые, которых он называет частью своей интеллектуальной генеалогии, включают Джона Милбанка и Стэнли Хаурвайса, а также таких коллег как Джудит Батлер и Саба Махмуд. Писательский портфель Асада обширен и на протяжении всей своей карьеры он участвовал в различных проектах. Среди его книг «Антропология и колониальная встреча» 1973 года, «Генеалогия религии» 1993 года, «Возникновение секулярного» 2003 год, «О террористах-смертниках» 2007 год. Последнее написано в ответ на теракт 11 сентября 2001 года. В 1983 году он был со-редактором книги «Социология развивающихся обществ. Ближний Восток» вместе с историком экономики Роджером Оуэном. Поговорим об основных мыслях, изложенных в монографии «Возникновение секулярного». Асад опубликовал книгу «Возникновение секулярного» в 2003 году. Центральная идея книги – это создание антропологии секулярного и того, что это повлечет за собой. Это делается через определение и деконструкцию секуляризма и некоторых его различных составляющих. В определении Асада секулярное рассматривается как эпистемологическая категория, в то время как секуляризм относится к политической дисциплине. Определения составлены так, чтобы побудить читателя понять секулярное и секуляризм как нечто большее, чем отсутствие религиозности, а скорее как способ существования общества, которое имеет свои собственные формы посредничества. Секулярное – это качество, на которое часто ссылаются, предполагая, что концепция прозрачна. Это предположение само по себе, наряду с легкой распространенностью этого понятия в современном общественном дискурсе, является продуктом тех сил, которые формируют генеалогию этого слова. Талал Асад предлагает глубокомысленное размышление о борьбе человеческих существ за совместную жизнь в современном мире. Это современная книга, поскольку в наши дни основы понимания политической легитимности представляются открытыми для сомнений. Как никогда в последнее время. Несмотря на все более сложные теоретические представления о национальном государстве, как современной единице коллективной жизни. Секуляризм, как теоретизирует Асад, также глубоко укоренен в нарративах современности и прогресса, сформировавшихся в эпоху европейского просвещения. Что означает, что он не так толерантен и нейтрален, как принято считать. По этому поводу Асад пишет, светское государство не гарантирует толерантность, оно вводит в игру различные структуры амбиций и страха. Закон никогда не стремится устранить насилие, поскольку его цель всегда заключается в регулировании насилия. После краткой генеалогии концепции секулярного Асад обсуждает агентность, боль и насилие, их связь с воплощением и то, как они концептуализируются в светском обществе. Коротко коснемся агентности. Агентность – основополагающая социологическая категория и предмет дискуссий в социальных и гуманитарных науках. В отсутствии научного консенсуса, агентность обобщенно можно определить как способность человека к действию, способность выступать в качестве самостоятельного агента, актора, делать осознанный и свободный выбор. Степень этой свободы определяется местом человека в социальной структуре, в частности его принадлежностью к тому или иному социальному классу, гендеру, религии и т.д. От обсуждения агентности, боли и насилия Асад переходит к исследованию различных способов концептуализации человека или личности и того, как это влияет на различные понимания прав человека. Устанавливая, что права человека имеют субъективное определение, они являются объективным набором правил. Следует отметить, что Асад посвящает довольно много страниц обсуждению отличий гражданских прав от человеческих прав или так называемых прав человека, которые закреплены в декларации и особенностях правоприменения в Соединенных Штатах Америки, в которых принимаются только гражданские права, которые выдаются гражданам государства, но не признаются права человека, закрепленные в декларации. Хотя права человека, агентность и боль могут показаться отвлекающими факторами для тех, кто сосредоточен на секуляризме, они являются свидетельством присутствия современности и секулярного в нашем мире. Они являются инструментами, которые светское общество использует для поддержания своей нейтральной позиции. И наконец они являются местом конфликта и противоречия, которые проницательный ученый может выявить. В последующих главах исследуются понятия и предположения о религиозных меньшинствах в Европе. А также обсуждается вопрос о том, является ли национализм по своей сути светским или религиозным. В последних нескольких главах исследуются трансформации религиозной власти, закона и этики в колониальном Египте, чтобы осветить аспекты секуляризации, на которые обычно не обращают внимания. Заключительной мыслью книги «Возникновение секулярного» является вопрос о том, какой вклад может внести антропология в прояснение вопросов о светскости. Ассад не дает четкого ответа на этот вопрос, но призывает исследовать секуляризма через его тени и советует, чтобы антропология секуляризма начала спрашивать, как различные чувства, взгляды, предположения и поведения объединяются, чтобы либо поддержать, либо подорвать доктрину секуляризма. Если каким-либо образом коротко суммировать отношение Ассада к заявленной теме, можно сказать следующее. Секуляризм – это не просто разделение между общественной и частной сферами, которое позволяет религиозному разнообразию процветать в последней. Он сам может быть носителем жестких исключений, и он сам скрывает новое определение религии, которое скрывает от самого себя некоторые из наиболее проблематичных практик. Создавая характерное для себя разделение между светским общественным и религиозным частным пространством, европейский секуляризм стремился переместить ритуал и дисциплину в частную сферу. При этом, однако, он теряет связь с тем, как воплощенные практики поведения помогают формировать культуру, в том числе европейскую. Конституция современной Европы, как континента и светской цивилизации, обязывает относиться к мусульманам и ее среде с одной стороны как абстрактным гражданам, а с другой как к отличительному меньшинству, к которому следует либо относиться терпимо , либо ограничивать его в зависимости от политики дня. Европейские современные светские конституции ислама в совокупности сходятся на ряде простых противопоставлений между собой и исламской практикой. Эти противопоставления фальсифицируют глубокую грамматику европейского секуляризма и способствуют культурным войнам, которые носители этих самых определений стремятся смягчать. Европейские современные светские конституции ислама в совокупности сходятся на ряде простых противопоставлений между собой и исламской практикой. Эти противопоставления фальсифицируют глубокую грамматику европейского секуляризма и способствуют культурным войнам, которые некоторые носители этих самых определений стремятся смягчить. С одной стороны, книга Асада трудная и мрачная, но потрясающе красноречивая, блестящая оригинальная работа. Одна из самых важных книг о религии и современности за последние годы. Но с другой, если вникнуть в суть, работа представляет собой разношерстное собрание ранее опубликованных статей в перемешку с новыми. Однако стоит отметить, что даже ранее опубликованные статьи, которые вновь появляются в этой работе, значительно изменены по сравнению с оригиналом. Тем не менее, это не умаляет общей ценности книги. Все идеи, которые автор выдвигает, убедительны, проницательны и провокационны. Асад преодолевает барьер рассмотрения светского просто, как разделение между церковью и государством. И вступает на территорию, где могут быть поставлены такие вопросы, как «что создало исторический момент, который сделал возможной мысль о светскости?». Таким образом, он отбрасывает блестящую оболочку современности, чтобы распутать нити ее внутренней ткани. Итак, он облегчает процесс, благодаря которому мы можем избавиться от таких легкомысленных вопросов, как «когда мусульманские общества секуляризируются» и перейти к вопросам, которые исследуют исторические процессы, сформировавшие светский человеческий субъект нормативной современности в Европе. Локализую таким образом европейский, западный опыт. Более ясный отчет о проявлении современного общества, государства, религии и т.д. в его неевропейских проявлениях становится все более достижимым. Несмотря на риторическую убедительность, некоторые части книги в лучшем случае остаются тенденциозными. В частности, это касается его аргументов в пользу того, что истоки секуляризма лежат в современном расслоении между частной моралью и публичным правом. Систематическое разграничение этих двух сфер на самом деле довольно древнее, будь то христианская или исламская традиции. Необходимо отметить, что в книге есть разделы, которые кажутся немного запутанными и сложными, но их немного, и частое размышление над этими областями или даже обращение к цитируемым текстам проясняет ситуацию. В этом видео мы с вами сделали небольшой обзор книги Талала Асада «Возникновение секулярного. Христианство. Ислам. Модерность». Благодарю вас за внимание. Спасибо, что досмотрели этот отзыв до конца. Прошу вас подписаться на канал, поставить колокольчик уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео. А мы обязательно вернемся с новыми обзорами. Я желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!